Подскажите, если выращивать саженцы дерева в контейнере, уровень земли снаружи должен быть по самому верхнему краю контейнера или не обязательно? Я сказал, отвечу на вебинаре. Нет, я сказал, что должен быть запредельцово. Смотрите, обязательно надо садить. Вы знаете, сколько людей, деревья не гибнут, такие слабые болезни. Ведь посадят в горшок, и горшок стоит на земле. Страшнейшая ошибка, но человек конкретно задал мне вопрос. По самому верхнему краю контейнера. Да, по самому верхнему краю контейнера. Вот это вот приготовлено, в эти дни приготовлено для того, чтобы... Помните, я вам показывал, сколько там густо растут эти абрикосы. Где контейнеры? Запады 200 землей. А это закон природы. Если уже мы вмешиваемся в природу, надо подчиняться этим законам. Так, устали? Ещё полчаса, терпите. Если бы я по два-три часа бы не лекции не читал, мы бы много не успели бы. А здесь очень всё важно. Так важно, почему это... Ещё раз, я один на всей планете. Я раньше думал только в России. Потом, когда я начал смотреть, что на Украине, Беларуси и Казахстане переходят на... Ну, это датчики, понятно. На эту самую, уже на железовскую технологию. И так и говорят. Железов, железов, железовская. Вот. А нам Брюшни не надо. Молдави уже не надо. Вот. Украина надо. Но, это... Если при Черноморске области могут выращивать саженцы персика, то уже на севере Украина уже всё не так просто. Уже надо выходить на новый уровень, на садоводство по железу. Вот так, друзья. Валерий Константинович, спасибо за кусочки абрикосов. Мы ещё добавили подарок рыжи. Мы очень рады. Я люблю поцеловать. Вот. Половинки, половина сильно проросли, а остальные на выходе набухали. Всё посадили с Божьей помощью. Всё получится. В огороде у нас теперь большой астротекат железа. И хочется подводить вас. Есть, чем поэкспериментировать. Мы также... А внимание! Вот почему я разместил это письмо. У меня есть сотни. Мы также, как и вы, часть для продажи. Остальные нуждающиеся. Вот это наши люди. Знаете, и я мелочиться не стал, да? Вот. Я не стал. И вы молодцы. И для продажи. Вот. И нуждающимся. Сады. Да ещё привлечь детей. Созидательное дело. Боженька не осудит. А, это потому что я работал. Хе-хе-хе. Всё понятно, да? Вот. Вот. Я считаю, к сожалению, часто революционные праздники повод напиться. Вот чё есть-то есть. Вот. Вас и всех близких с наступающей Светлой Пасхой. Спасибо. Но это, по-моему, 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 по-моему... Второе письмо тоже от вас, да? Андрей Ильин. Кто, я вижу, тут подписи нет под первым письмом. Здравствуйте, Валерий Константинович. Черенки ваши отлично перезимовали в погребе. Перекладывал осенью в отдельные кульки. Хранились во влажном песке. Наполовину присыпаны. Температура погреба 0,2. В период 4 апреля сегодня решили половину пересадить на последнее место. Чтоб потом больше не резать. Несколько саленцев продали. О, дюжи большие корни. Часто спрашивает, сколько ему лет. Приходилось давать Наталье... Ой, по-моему, вы присылали фотографию с корнями. Если вы меня слышите, пришлите еще раз, потому что я вас не найду. Приходилось давать Наталье, как советует его и Сергей. Сам обрезал наполовину, делал метку, чтобы садили в том же расположении. Ну, чистый железный. Сам обрезал наполовину, делал метку, чтобы садили в том же расположении. Росло год-два на юг. Знаете, дальше пусть растет эта сторона на юг. Многие люди боятся садить абрикосы. Вроде как в Сибири они не растут, но садились южных сортов. Поэтому такие понятия. Мы тоже раньше так думали. Честно, ни разу не пробовал местных абрикосов. Не говоря, перес. Вот мои перески, мои абрикосы попробовали жители Свердлоскопа. Свердлоскопа, я с этого начал. Было? Все же по-честному. Там же еще и фильм от них. Вот. Нам многие доверяют. Проводим растительные беседы. Люди прислушиваются. Сылаемся на ваш многолетний опыт. Спасибо, Боженька, что слил с вами. А то бы засадили кедрами огород. Вы знаете, засаживают. В отчаянии садят и кедры, и березы. Мне так обидно. Ну, посадите их вот на это. Ну, сейчас еще кое-что скажу. Теперь сад во спасение будем строить райские. Сад. Думаем посадить котики на питомник. Молодцы. Продавайте. Люди бы больше поверились, если бы поверили свои плоды. Ну, про Латинкова сейчас вспоминать не будем. А не будем. Хотелось бы узнать, есть ли поздние сорта груш и яблони, как у Латинкова, который хранился до весны. Огромное спасибо. У меня... Я не все подаю. У меня есть несколько поздних сортов груш и яблони. У меня не все продаю. Поздние. Вот. Сейчас это самое. Ну, как бы сказать. Это я выделил высшего его. Что такое башельник? Это самые сладкие и огромные груши яблони. Это башельник. Это летние и осенние. Ну, яблони еще и зимние. Вот смотрите. Гигант Подмосковья. Первый урожай. 384 грамм. Нормально? Почти 400. Вот. Смотрим сюда. Отнес вот в магазин. Что мы видим? 440. И 540. Это у кого рука? Это не какая попала рука. Это волшебная рука Чернобаева. Он мои груши довел до 540. 500-540 грамм. Вот. Это высшего лего. Но она летняя. Вот. Я, конечно, переборщил. Мне не хватает на все силы. Еще лет 6-7 назад у меня вообще не было ни одной зимней груши. Меня долго-то я и все думают уже лизовала. Но я не могу заменить институт. Вот. Все непонятно, как институтские фотографии берут с интернета. Где же они, в сады-то их? Неужели уже и эти? Идем дальше. Семен Заика. Привет, Семен. На такую скорость даже я не рассчитывал. Это одна из его фотографий. Видели? Самое то садить. Вот. Дальше. Сажен Селковицу за 4000 рублей. Ну, вы знаете, фирма... Ну, там, посмотрим 300. Кто-то из вас видел этот фирм. Женщина сидит и рассказывает, что ее подруга купила сажен Селковицу за 4000 рублей. Ей сказали, что он вырослен в Сибири. Поняли? 4000 рублей. Ну, естественно, он тут же умерет. Понятно. А как иначе-то? Вот. И я еще пошутил, говорю, ну что, бросаем все, переходим на Шелковицу, по 4000 продавать вам. У нас же Шелковица настоящая. Вот. А теперь смотрите. Итак, человек пишет о Шелковице. Ну, назовем ее среднестатистическое. Нужно знать обязательно один факт. Это, по сути, тоже виноград. Для нее весенний. Хотя бы ноль. Не то, что минус, хотя бы ноль. И она все черная. Вот так вот. Ну, к моей это не относится. Вот. Теперь так. 10-15 серенков Шелковица-Жирзова в холодильнике. Вот. Я, значит, позвонил Алексею Калисееву. Он у нас специалист. Я-то заветнее, это, зеленое черенкование. Тут, ну, можно вырастить, постараться 90 из 100. Даже 98 из 100. Вот. А сейчас они без вести. А у меня их вон сколько. Вот. Позвонил Алексею Калисееву. Я говорю, а он, как бы сказать, вроде бы мой ученик, но мне теперь для этого ученика когда-нибудь. Я у него Жерезов спрашиваю, учитель. Я говорю, сейчас люди начнут укоренять, купят у меня эти черенки шелковые. Всего-то 100 рублей за черенок. Вот. Что будет? Приживутся? Нет. Ну, вот это как. Да вообще-то это, есть у вас же это, над Женей у вас есть садоводство по Жерезову. Там есть эта же статья. А статья по его мотивам или я фильм сделал, или он. Ну, в общем, что-то есть. Вот. Короче, кто хочет рискнуть, вот, заказывайте это. Это стоит-то будет в пределах полторы-две тысячи. А вдруг? И у вас вот это уже не будет. Само-мороцентное, что мне рисукоется. Вот. Теперь вы это знаете. А это, вот. А тут сразу чернеет. Ноль. И уже чернеет. Заказывайте. Мне жалко их выбрасывать. Ой, так. И сколько-то полчаса осталось. Интересное вот это письмо. Оно мне нравится. Значит, я сделал фильм про питомник. Я походил по питомнику. Вот. Рассказал, показал. Я показал, как Сергей срубил несколько, ну, где-то 3-4-летних абрикосов, которые уже даже цвели. Он их срубил, потому что этих буквально несколько квадратных метров он их так ценит, чтобы. Ну, на месте этих он может посадить, допустим, 50 густо, если садить, саженцев. То есть он был вынужден уничтожить ценнейшую вещь уровня королевский баи Серафима. Вот такого уровня. Он был вынужден уничтожить. Я показал. Показал за забором. Там полностью зарос лесом. Это вы видели в фильме «Вчера, позавчера». Я же ничего не выдумывал. Там, значит, береза и тополя. То есть полностью уничтожена эта почва. Я сказал себе, нам нужна менячая стратегия. Если есть такие места, а здесь могут расти абрикосы по принципу давать десятки ведер почти каждый год, и кормить всю Сибирь. Вот такая земля, она не имеет права зарастать лесом. Назад-то не вернешь уже. Все. Сплошная береза и тополя. Огромные тополя. Все. И главное, быстро, моментально вырастает. То есть мнение Железова очередное, которое не будет его выполнено никогда. Извините, у нас такие чиновники. Они Сергею не дали ни одного квадратного метра, чтобы он не выпиливал ценнейшие эти королевские. Вот. И предложение мое такое. Значит, взять на учет такие места. Ко мне приехал, это тоже важный разговор, я считаю. Ко мне приехал, я даже заикнулся было на одном, в последнем вебинаре. Извиняем, молодой человек. Он сказал, помогите найти участок. Я говорю, сколько надо? Он говорит, 5-10 гектар. Мне стало дурно. Вот. Но я подумал, мужик серьезный, капитальный. И говорю, ладно, приезжай. Я потратил на него несколько часов. Я сам в лесный раз убедился, показывая ему, сколько мы десятков гектаров, даже может быть, нет, не так чтобы, но 100-200 гектаров, самая уникальная в Сибири земля, самая уникальная. Тут микроклимат. Вот. И она чудом не заросла, чудом еще. А почему? Когда землю бросают. Вроде есть хозяин, вроде нет. А принять закон-то нужно. Это я говорю, что если земля зарастает лесом, а значит без удача теряется. Вот пока еще этот лес, еще по пояс где-то, еще не поздно избавиться от него. Ну, хотя бы 2 до 2 метров. Спасти можно только так. Конфисковать. Через суд, как положено. И дать вот таким, как этот парень, который очень захотел иметь сад. Тут же, я ему сказал, есть Сизинский постсовет. Вот. Я там когда-то тоже землю это сам оформлял. А он тут же, современный парень, тут же, видимо, тут же набрал этот номер, нашел. Прям при мне звонит, не выходя с моей машины. Вот. Ему ответили. Дудки. Вот. Обращайтесь в Сизуя. Ой, в этом. Шушенская. А Шушенская такой же парень, когда такого же возраста был, лет 10 назад, и меня привлекал. Я вместе с семьей ездил в суд. Не дали. Вот. То есть, пожалуйста, земля сельхозназначение нельзя построить даже 2 лет. Вот это было. Вот это вот полное, безнадежное, значит, существование, когда все последнее зарастает лесом. Огромное поле. Там была дойка. Вот там уже обрекователь, я показывал. Там уже сосны растут. Величиной 5-6 метров. Огромные уже такие, широкие. Места много. Они вот такие вот. То есть, все, загублено все. А когда-то там была дойка, земля ухоженная. Стройся. Сади сады. Вот. Упустили. И так идет по всей России. Вы знаете, я показывал, я рассказывал про Алтай с заброшенными селами. Никому дела нет. И вот когда вот этот парень, которого повозил, когда ему сказали нет, потом сказали, ну, обращайтесь в Шушенске. Я заранее знаю, что суд не помог. И Шушенске бесполезно. А Сиза ему просто сказала нет, и все. Так вот. Дело в том, что должно быть так быстро закон спасти еще ту землю, где могут расти абрикосы без всякого ухода. Давать десятки ведер туда рядом и не все, не завязать. Это все в доле не сея. И все это надо. И все, закон принят. И теперь, пожалуйста, землю где это... Я знаю, там никогда обрабатывать... Я знаю, где уже умерли хозяева. И потомство никого нет. То есть голая земля и ничего. Хорошо, чем не целиком заросла лесом. А потом взять, растереть такую дорожку, специальную дорожку красивую, и сказать тому парню, это вы звонили насчет земли? Подъезжайте. А там коровая дорожка, и он заходит, а ему это... А ему уже дают этот самый свидетельство, на государственную регистрацию. Государственную регистрацию земли. Вот. И пусть он садит в сад. А сегодня ни себе, ни людям, никому. Вот что страшно. Вот это я хотел сказать. Мы никогда не будем иметь те же абрикосы. Всего-то сотня гектар, это сотня гектар. На каждом гектаре можно вырастить где-то примерно 300-500. Ну, надо садить погуще, часто может умереть. 300-500. Но тогда получится, если 300-500 на гектаре, то на 10 гектарах получится 5000. А на 100 гектарах 50 тысяч абрикосовых деревьев. Вся округа была. Ай, все. Теперь, смотрите, вот этот вот, наверное, еще немного и закончил. Вот я среагировал, да? Среагировал. Смотрите, как среагировал. Питомник хорош даже при отдаленном осмотре. Это его реакция на мой фильм. То есть, прошлись по нему. Вот пишет, хорош. Трудится каждодневно. Но он увидел, как там Сергей с этим работает. Суметь не реализовать. Ну, учитывая тысяч там Саженцева, конечно, реализует. Но это. И даже его, он же как, это комментарий. Правильно? Вы посмотрите, если садоводы такого класса, а Сергей один из лучших садоводов в России, с помощником, и лучший плодопитомник России, что остается нам? А я сейчас скажу, что остается вам чуть ниже. Запомнили вопрос? Значит, садоводы такого класса выжимает с трудом, это правда. Вот. Смотрим дальше. Врезается вот такой комментарий. Ценник насаживается конский, и на косточки весь вопрос. То есть, получается, значит, ниже вы видите, ну, в среднем получалось, ну, свеженько еще, неделю-две я показывал. Человек 120 косточек купил, это, значит, получилось для 3000, и у него выросла сотня этих саженцев. Сотня за 3000. Сотня за 3000. А там я ей показал этот ценник, уже, который продавал за 3000 саженец. А здесь 100 косточек, ну, в общем, мы поняли, и человек считает, что это дорого. С его точки зрения дорого. А у меня есть свои примеры. Знаете, какие? Хотите, я сейчас скажу? Вот. Вы знаете, сколько стоят яйца из питомников? Так? Вы знаете, что их вообще-то по большому счету есть нельзя. Куры больные, и яйца тоже больные. Но есть еще частный рынок, там полтора раза дороже. Вот, апреля десяток, 180 рублей я покупал. А там уже меньше, всякой отравы в этих же самых яйцах, в этом желтке и белке. А если яйца Фаберже, там уже не 180 рублей, за десяток, а за десяток яиц Фаберже, это, наверное, миллиардов, миллиардов несколько, причем, может быть, даже не рублей, а долларов. Вот это яйца Фаберже. Так вот, мои косточки, это яйца Фаберже. с ними не сравнится ничто, никогда, ничто, никогда, а тех об этом не знает. Ну, увидел единственный в своей жизни фильм, я походил по саду, ну, я даже не сказал в этом, что зимует на морозе. Вы представляете, в Сибири зимует на морозе. Ладно, идем дальше. Про брошу земли я уже поговорил, вот, он продолжает, очень умный мужик, мне понравилось это, поэтому он продолжает. Где комментаторы, то есть, он сам прокомментировал, а в моих фильмах комментаторы крайне редко бывают. Хоть два слова бы услышать, кроме одних, тех же дифферамбов. Что такое дифферамба? После каждого фильма один-два человек пишут. Спасибо, Валерий Константинович, вы выдающийся т-т-т-т. Вот это про меня. А ему-то нужно, чтобы кто-то взял и проанализировал. Давайте смотреть сюда. Значит, вот это вот, я вставил почему. Вот эта дама, да, она угощается персиками моими. Сибирь. Ну, видите, что это перчики вот слева. Ну, а что за дама? Журналист сказано яско, да, вот одна. А справа, тоже журналистка с Красноярска, другая. А вот этот товарищ, это руководитель учебного заведения, где учат студентов. Я повторяю, что это очень важно. Однажды, в 17-й год, это сколько, 7 лет прошло, вот. Теперь смотрите, значит, они приезжают, и она говорит, я попросила, ну, называть его по имени отчеству, чтобы он отвез меня к Железову. А он говорит, а я не знаю Железова, он, ну, он, так как сказать, это самое, юг Красноярского края, она с севера приехала, с Красноярска, и теперь, получается, не он ее привез, знакомый с Железовым, журналистку, а она его, руководителя, значит, научно-учреждения, где выпускает студентов с дипломами. Вы поняли? То есть, я виноват, кто виноват, и к этому времени уже 20 лет печатался. Печатали меня все красноярские газеты, мне связаты. Меня показывали по Шушенскому телевидению, а он, Шушенская, там, учебное заведение, Шушенская, Абаканская, Красноярская. Это же как надо не интересоваться, ведь получается, что он-то как раз вот все вот это вот так же и усят. А знаете, что здесь, это, товарищ, который, ну, он на том свете, я же его, не, 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 его фамилию не термилюю, это же, он рекордсмен, садить костюль на глубину 10 метров, 10 сантиметров. Это страшная цифра. Идем дальше. Значит, раз им не надо, смотрим, Железу просит скопировать. Всех вас прошу, еще раз. Я вот этот, устроил этот вебинар только для того, что, пожалуйста, посмотрите, сколько я всего сказал, почти два часа. Сколько здесь важно, ценного, полезного. Никто никогда, во всей России, никто не знает даже, не то, что рассказать. Или как расскажут, пункт первый. Помните, как меня учил главный редактор? Пункт первый, натащил лопату. Вот. И тогда, значит, этот товарищ продолжает. В общем, поняли, что я хочу. Пожалуйста, скопируйте. Давайте попробуем, хоть и на, чтобы не 300-400 было просмотров за неделю. Давайте посмотрим. Вот вы сейчас отправляйте куда угодно, всем знакомым, друзьям, у них есть электронные адреса. Отправляйте на те сайты, где вы вхожи. Вот. Просто познакомьтесь с этим человеком, и всё. Заодно узнаете, как действительно, пять причин назвал, почему мёртвые яблони, а учёные, ученица, учёная, или как её, значит, учительница, которая рассказывает, понятия не имеет. Сад уничтожен, а она не имеет понятия. А ведь рассказывал пункт сад, а причину так и не знает. Может быть, всё-таки чего-то научим людей. А я посмотрю, если будет чуть побольше просмотров, значит, будем продолжать. Помните мой вопрос? Просмотров мало. Завязываем или нет? Вы же знаете, как получилось? Ни один не сказал завязываем, ни один не сказал продолжать. Вот я придумал такой вот вебинар. Вот этот человек, который обиделся, что нету здесь комментариев, кроме него, пишет дальше. Вчера скрошил. Это очень важно. Пол яблока козом, еле осилил пол яблока, дальше рисковать не захотел. Оно, правда, было весьма лежалым, но запах шёл трудноописываемый. Я уже лет 10-15 недоволеваю, почему у нас в супермаркетах рядом с полками всех различных фруктов, со всех концов света они устроены, самое простое устройство, прибор для проверки наличия нитратов. Какой наивный человек. Всех различных неестественных добавок, того, что в народе называется химия. Отчего нет таких приборов? Четыре знака вопроса. Трудно сделать? Четыре знака вопроса. Дорого? Три знака вопроса. А по-моему, просто наплевать. Вы знаете, вы что, не знаете, что там, где действительно это 40 обработок залез, какие там эти, какие там яд и химикаты? уже заранее известно, что если все выбраковывать, надо просто закрывать магазин и все выбрасывать на свалку? Так нет. Так что, ну, немножко, конечно, наивно, но это специально утревает. Значит, давайте приборы поставим. А вот сейчас, вы знаете, как у нас обостряется обстановка с любой из южной страны, откуда везут фрукты. Так. Обострелось. И тут же, значит, поступает команда найти причину. То есть, причина одна, привычное содержание нитратов. Оно и так ясно, что десяток лет возились с нитратами, и когда вдруг сказали, ой, там нитраты, запрет. Ну, ясно, запрет был по политическим причинам. А это повод был нужен, что так нитраты, что запретили. И ведь честно запретили. Правильно запретили? Ну, давайте это всем запретим. У нас не будет ни одного яблочка, ни одной груши. У нас нет третьего варианта. Третий вариант будет землю раздать, ковровую дорожку, если всех захотел, без всяких пыток дать ему землю, чтобы успел это спасти. Кредит, конечно, до начала кредит, который называется без процента, а потом это пройдут годы тот же кредит. Увидели, что все 10 гектаров засажены, все 10 гектаров обработаны, вот, все, кредит, он же будет продавать свои, отечественные, но если китайцы смогли покупали, Бродский рассказывал, покупали царство небесное, наши эти, скупали саденцы из наших дальневосточных полнопитомников, привозили в Китай, раздавали людям, что мы не можем вот это себе сделать, а? Тут не надо будет это прибор, свои забрекосы, нахренай, вообще, и же никто не будет это, обрабатывать, и никто не будет даже, какие там нитраты, господи, за 33 чего только не было, до чего только не опустились, уже апатия, на все, это душу выкладывает, многолетние чего только не едим, что только не пьем, все только не творим, а пофигу, кто-то еще бьется лбом о стену, кто-то уже бросил, у кого-то руки опустились, на чем только держится страна, непонятно, и какая-то согласованность, непонятие, неопределенность, неуверенность будущего, и даже наоборот, почти уверенность катастрофически будущего, возможно, только мы ее понимаем, нет, не только ваши, у нас я провел эту линию одесских подвузников, вот, и памперсов, до абсолютно этих самых, наступает эра ЛГБТ, наступает эра голубых, неспособных ни на что, вот, и это одно из причин, почему погибнет у страна, а добивать будем, да, я же не вижу, что творится, кто-нибудь объяснит, почему у нас, у меня кругом, знаете, только я слышу, что тут рак, там рак, не успеваю, как это, хоронить, но не может быть, чтобы этому причины не было, давайте хотя бы с сады выраться без яда, ну, не то, что в наших, вот он полностью разочарован, уверенность, я тоже знаю, что будет, почему, завтра кто-то возьмет и начнет исправлять, только то, что я вам рассказал за эти годы, это целая программа, вот это вот, около 400, 4 тысяч костников уехало в Москву, вот это вот, уехало в Москву, больше для вас не осталось, теперь только сухие, теперь так, говорю для Елены Москвички, говорю для многих из вас, вот, в этом году много купили именно авторифицированных мальчурских абрикосов, вот, и вот смотрите, вот так они и всходят, когда все сделано правильно, а я сделал правильно, вот, у меня же есть, ах, у Елены, наверное, придется на следующий раз, 260, или ниже будет, или на следующий раз, 260, откуда, сейчас их, 216, взошло, прям вот они, в этих, стаканчиках, все, то есть, схожесть, в смысле, чаще, то есть, я не болтун, я никого не обманул, первые, в истории, когда, наверное, это, не преувеличил, то это его, вот они, фотографии, вот они, 260, этих, а в них, 260, саженцы растут, вы понимаете, а вот это вот, что, вот, все, которые, обошел вас всех, у меня была проблема, еще несколько дней, выброшу, и вот это, они, буквально, в холодном, холодильнике, просыпаются, и все, я потом сфотографирую, то, что у меня вот такой вот, вот это самое, я сегодня звезд деревни, то, что я показал, там немного этих, перосых, это давно сделано, а тут свежее, вот столько, там тысячи кусочек хороших, и вот эти должны были порасти, я сказал, больше ждать не могу, вот она, вот она, а потом еще покажу, не раз, посылка больше 10 килограмм, вот, Москва, активно, я ничего не вижу, короче, это, 1637 стоит пересылка, и, я очень надеюсь, что я человека не подвел, а этот, теперь я догадываюсь, что надо все-таки на продажу, так, а это, я, любая сетью фотографию, мне прислан, значит, Кирилл, вы знаете, Иван Федоровича, Кирилл, не знаете, кто еще не знает, мой зам по Казахстану, а это вот выросл, доброе утро, выкопай двухлетний возраст, а та еще работка, сверху до воскресенья, вот он, Кирилл Иван Федорович, ну как вам, помните, доктора наука, а, еще раз показатели, уже не будем над ним смеяться, два, вот так, натуральную ретину, два корня, вот так обрубленные, и третий мой сок, все, а теперь сравнивайте, а это наш мужик, вот она, это наша, и еще мне прислали, но я, сейчас сходу не найду, и вот, вот такого же уровня, вот оно, настоящее садоводство, а не один тонюченький корешок, и два из коричневых этих, обрубка, ну это уже фотография моя, это я показывал, как я на зиму, учил вас укрывать, это уже видели, вранье, но дело в том, что корсояс-то рядом, больше обидно, сколько наших этих корсоясов, накупит этого, сказать что, вот, набрал ради любопытства, амрикос Левицкого, еще раз, название Левицкого, бай, придумал железо, для меня такого не было никогда, теперь, в данном случае, и фотография, из-за этого слова, и еще и это, и еще и название укрывает, не придумано, присвоено, пожалуйста, 500 рублей, за что, почему, еще раз, друзья мои, умоляю, если вы действительно разошлите, чтобы меня побольше, любому говорю, не верьте, ну пожалуйста, так легко поймать на чем, где маточница, покажите, хоть одно дерево, но у них нет ничего, кроме вот этих вот, крупный план, это уже тема другого будет, это уже другое, дело в том, что закончилось время, я бы хотел, что-то важное, подсказать, раз осталось, несколько минут, и про Грибы, мы поговорили, вот, сейчас, может быть, что-то важное, вспомню, спросили на этих самых, на усилийскую желтую, можно прививать, вот, я пробовал, плохо идет, именно, то есть, видимо, все-таки, даже, цвет, какую-то роль играет, у меня, темно-синий, на темно-синих, лучше, приживается, если брать, цвет плотов, учитывать, рядышко, академия, ой, господи, огромные деньги, за дурную работу, никому, не нужную, никому, сейчас я посмотрю, нет ли, вот тут, что-то такого, сверхценного, и, потому что, наше время истекло, ну, про это, я частично, уже рассказывал, вот, в общем, у меня уже, готова тема, для следующего, вебинара, подарок, еще одну книгу, мне подарил, доска, била, подарил, но, это тоже, до следующего, раза, все, не успевая, вот, давайте, закончим на этом, будем, переходить, на, следующий этап, и, мне понадобится, минут пять, в качестве, минут пять, в качестве, отдыха, так, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда, так все друзья пищи мало вот скоро закончим я пошел на кухню